всем привет я саша и это скринкасты мы рассказываем о том как мы в мейле создаем приложения которыми вы пользуетесь каждый день сегодня я расскажу вам про то как устроена дизайн система у нас delivery club мы только недавно решили что она нам в принципе нужна поэтому она у нас на стадии так сказать зарождения и сейчас она умеет работать только с цветами и со шрифтами то есть типографии конкретно на этом видео я хочу вместе с вами реализовать работу со шрифтами в дизайн-системе так как она у нас реализована в delivery club давайте попишем код что у нас есть у нас есть проект который называется valrus kit это собственно наша дизайн-система мы назвали ее в честь маржа и в ней есть вот такой файлик он называется design system.swift и здесь мы видим интерфейс с которым мы взаимодействуем в приложении для того чтобы получать цвета ну в данном случае цвета и шрифты которые мы добавим сейчас сюда мы в delivery club используем swift ui в продакшене сейчас он используется только для виджетов 14 и ios но буквально недавно мы подняли deployment target до 13 и теперь мы можем использовать swift ui в продакшене и мы это будем обязательно делать поэтому нам нужно написать интерфейс работы со шрифтами как для ui кита так и для swift ui для этого надо написать вот такие две функции public func я хочу назвать ее текст и она будет возвращать в случае ui кита она будет возвращать ns attributed string мы решили что писать функцию под каждый под ui label под ui text field ui text view ну не очень удобно и мы решили возвращать ns attributed string чтобы это работало для всех текстовых полей на вход она должна принять string собственно сам текст который мы хотим показать через нашу дизайн-систему и она должна принимать еще один параметр это какой-то идентификатор о том какой именно шрифт нужно использовать сейчас у нас этой сущности еще нет я предлагаю ее написать для этого мы идем в папочку типографии я нажимаю command and мы создаем новый свифтовый файл он будет называться typography и в нем мы создадим enum он будет публичным будет называться typography наша дизайн-система состоит из 12 шрифтов и разделяется она на таких четыре логических блока для этого я тоже создам еще один паблик enum назову его kind у него будет четыре кейса case header это самый большой текст case main это тот текст который используется чаще всего case small и case extra small помимо этого каждый такой kind может разделяться еще на три размера для этого создадим паблик enum size который будет еще три кейса case large case medium и case small и соответственно каждый каждый kind будет иметь ассоциированные значения size тип size итого 4 умножить на 3 мы получаем 12 разных шрифтов вот с такой сущностью с такой абстракцией мы будем работать возвращаемся наш файлик design system и сюда мы передадим with kind typography.kind вот такая функция чтобы компилятор не ругался мы что-то из нее вернем и нам надо написать такую же функцию для swift.ui она будет иметь такую же сигнатуру public fun text на вход тоже будет принимать string типа string with kind и это будет typography kind и возвращать она будет swift.ui текст что-нибудь вернем чтобы не было ошибок компиляции теперь нам нужно реализовать собственно вот эти функции текст который возвращается у нас attribute string и текст который возвращается swift.ui текст для этого мы рядом с файликом typography создадим еще один файл назовем его typography плюс UI kit это будет наш файлик для UI kit здесь надо заимпортить обязательно UI kit и создать две структуры первая структура walrus text потому что walrus в честь маржа нашей дизайн системы walrus text style UI kit у этой структуры будет одно поле font это будет UI font из UI kit и вторую структуру walrus text factory UI kit наша фабричная вот эта структура будет иметь метод func create style и она будет на вход принимать kind и это будет наш уже нам известный typography kind возвращать она будет экземпляр вот этой нашей структурки walrus text style kit style UI kit помимо этого у нас будут функции я создам первую например text style main начнем с main for size который будет принимать на вход typography.size и возвращать будет точно так же walrus text style UI kit здесь у нас внутри будет свитч по сайзу кейс large если large нам надо вернуть walrus text style UI kit со шрифтом который я сейчас с помощью нашего инам чека fonts реализую вот он мы вызываем fonts.system указываем здесь bolt.size 15 сейчас я покажу вам что вот что вот это за конструкция почему я воспользуюсь именно ей у нас есть такой файлик fonts.swift в нем есть публичный инам он у нас используется во всем проекте у него есть три кейса систем для системных шрифтов italic system для курсива и монсеррат это для нашего кастомного шрифта он используется для заголовков и соответственно есть публичная функция size которая для конкретного размера шрифта возвращает в итоге нам нужный UI фонт скопируем это дело и вставим еще дважды кейс medium он будет отличаться тем что weight этого фонта будет medium а не bold и small в котором будет regular вот такая функция для стиля main мы ее копируем еще дважды для small и соответственно единственное отличие будет то что мы будем передавать шрифты размера 12 и extra small extra small и здесь будет 10 кроме того нам надо реализовать текстайл header с которого я не начал потому что у нас будет для хедеров используется вот наш кастомный шрифт монсеррат для этого вместо точка system мы вызываем точка монсеррат вызываем у него extra bolt и размера 46 для самого большого нашего large header копируем эту штуку вставляем ее дважды для medium мы тоже воспользуемся extra bolt но размера 30 и для small мы возьмем просто bolt размера 22 функции create style нам надо свитчнуть наш kind который мы передаем на вход case header case let header size вот так и здесь вызвать return нашу заготовленную функцию text style header for size тоже копируем этот блок кода вставляем его раз два три main и вызываем функцию main small и вызываем функцию text style small и extra small здорово эта часть готова теперь нам надо к структурке valrus text style UI kit добавить функцию create valrus text она будет возвращать нам готовую attributed string на вход она будет принимать сам текст который нам надо отрисовать возвращать она будет ns attributed string и реализована она будет следующим образом надо создать сначала словарик attributes который будет ns attributed string dot key any вот такой словарик мы создаем у него будет единственный ключ это фонд значение который у нас сохранен здесь в структуре и соответственно надо вернуть ns attributed string проинициализированную string attributes готово теперь осталось в нашем файлике design system реализовать нашу функцию text вызовем здесь valrus textfactor UI kit у него вызовем метод create style у него вызовем метод create valrus text передадим сюда нашу стрингу готово теперь нам нужно реализовать то же самое для SwiftUI это будет чуть проще потому что мы реализовали один раз для UI kit нужно создать тоже свифтовый файл назовем его typography plus swiftUI готово заимпортим обязательно swiftUI и и я предлагаю просто скопировать все что у нас здесь все наши наработки которые мы только что написали вставить сюда взять скопировать UI kit и find and replace заменить его на SwiftUI помимо этого единственное что нам надо сделать это хранить здесь SwiftUI фонд а не UI font и вместо того чтобы возвращать у нас атрибьюты string надо вернуть SwiftUI текст соответственно тело функции тоже поменяется возвращаем текст передаем сюда string точка font и передаем сюда font все остальное остается без изменений без изменений за исключением того момента что SwiftUI доступен только с iOS 13 а наша дизайн-система ее deployment target 12.2 поэтому нам надо написать available iOS 13 теперь когда мы реализовали то же самое для SwiftUI надо вернуться в наш файлик design system .swift и реализовать нашу функцию на этот раз для SwiftUI для этого надо вызвать valorous text только уже SwiftUI у него вызвать create style передать сюда kind у него вызвать create valorous text передать сюда string готово теперь давайте посмотрим на нашу дизайн-систему в действии и для этого у нас есть вот такое приложение valorous kit example.app давайте я его запущу и мы посмотрим что там есть там есть на самом деле цвета все перечислены и наши шрифты вот design system есть цвета есть переключалка между UI kit и SwiftUI и у нас есть typography это собственно все наши шрифты разного размера для UI kit это уже реализовано для SwiftUI to be done я хочу реализовать вместе с вами сейчас для этого перейдем в typography view controller у нас здесь есть специальная SwiftUI на которой все это дело и будет вместо заглушки давайте реализуем то же самое что и реализован для SwiftUI для UI kit на самом деле там лежит scroll view на котором есть 12 текстовых полей с разными шрифтами для этого нам нужно написать scroll view scroll view будет скроллиться у нас по горизонтали и по вертикали внутри scroll view будет лежать vstack в котором будут лежать наши текста для этого у нас есть extension к typography kind у него есть заготовленная static var all styles в которой перечисляются все наши возможные шрифты у нее есть computed property sample text в котором текст для каждого из наших шрифтов и есть computed property style которая возвращает некую структурку typography style у которой есть id-шник и наш kind typography kind соответственно for each воспользуемся нашим extension к kind вызовем all styles смапаем это дело в style style in и вызовем здесь нашу функцию текст которую мы написали она лежит в нашем walrus kitty передадим сюда style.kind .sample текст про который я рассказывал и в качестве kind style.kind вот мы видим здесь появились наши текста но они находятся не совсем там где бы хотелось для этого добавляем alignment .leading и spacing 10 у vstack теперь он подвинулся куда надо надо добавить padding padding тоже по leading и трейлинг тоже размера 10 и нам осталось прибить наши шрифты к верху экрана для этого в SwiftUI очень неожиданное решение для меня применено надо заиспользовать geometry reader это сущность geometry in это сущность которая предоставляет нам например размеры берем нашу scroll view вставляем ее внутрь geometry reader и у vstack кроме padding зададим еще frame и у фрейма укажем min height и это будет geometry size height и alignment top top вот наша view сверсталась как надо давайте запустим нашу приложуху и посмотрим что все в порядке вот вот появился наш симулятор с нашей дизайн системой здесь есть типографии вот наш UI kit и вот наш SwiftUI реализация идентична на этом все спасибо за внимание пока скринкасты у 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